Всем привет! С вами Павел Басманов и, собственно, небольшое вступление перед основным видео, которое я сегодня буду вам показывать и рассказывать. Хотел сказать, что у нас появился на сайте, собственно, поддержать проект. Собственно, это тот же самый донат. Вот, как вы видите, у нас такая вот хрюшечка. Поддержать проект, собственно, здесь можно просто перейти. И здесь, как говорится, помощь проекту и можно помочь именно нашему проекту. Собственно, все деньги пойдут на оплату хостинга, домена и рассылки вам писем. Собственно, это тоже стоит денег и достаточно хороших. Все деньги туда перейдут. Так что, помогайте нашему проекту, если можете. Ну что ж, перейдем к основному, собственно, к основной теме сегодняшнего нашего урока. Это Driver's Pack Solution. То есть, достаточно давно на рынке. Раньше распространялся, собственно, только офлайн-версии. Постепенно стали онлайн и так и далее. То есть, достаточно очень много. Но в последнее время достаточно хорошо она начала развиваться. Немного к тавтологии, конечно, я сказал, что достаточно. Извините за мой французский. Ну, бывает. Что здесь... Почему я, собственно, начал опять про него говорить. Года 3-4 назад я говорил, что это на тот момент не совсем хорошее, собственно, как бы ПО. Но иногда, в некоторых случаях, оно очень сильно помогает. То есть, достаточно ноутбуки какие-нибудь китайские кривые или еще что-нибудь, дрова. То есть, реально помогает. Сегодня, буквально с утра у меня был ноутбук на ремонте. И там картридер, собственно, не определялся. Хотя я вроде все скачивал с официального сайта. Скачал все, попробовал. Нет, не установилось. То есть, я зашел, собственно, думаю, ладно, на DriveSpark Solutions зайду. Собственно, адрес, как вы видите, на своих экранах. И, возможно, я его под видео также напишу. И, собственно, я запустил. Здесь буквально онлайн-обработчик есть. И он установил это все быстро. Но, помимо онлайн-обработчика, там достаточно много чего интересного. И меня это, собственно, увлекло. Поэтому я и захотел. То есть, посмотрим, собственно, сначала весь наш сайт. Посмотрим, что здесь. Во-первых, ну, это бесплатно, это понятно. То есть, автоматическая есть настройка. Там помощники, как говорится, количество пользователей. Само говорит за себя, 43 миллиона, это очень много. Ну, и, конечно же, здесь что у нас есть. То есть, устройство Bluetooth, сетевая карта, самые такие картридеры, контроллеры. Это реально самые, которые очень плохо определяются. Устройство Wi-Fi. Ну, да, криво становится. Также можно драйверспак онлайн. То есть, два действия. Все. Одним простым нажатием. Сейчас мы перейдем. Ну, и, конечно же, есть, допустим, как для меня, собственно. Я сейчас сисадмином, допустим. Здесь есть драйверспак онлайн, конечно же. Также драйверспак нетворк, то есть, содержит драйвера для сетевого оборудования. Как раз это иногда и нужно, потому что, чтобы к сети поддернуть машинку. Ну, и, конечно же, драйверспак оффлайн. Тут написано 13,9 гигабайт. Я сегодня думаю, пора скачать. И вот я сейчас скачаю, собственно, на торрентах также. 15,1 гигабайт, собственно, и сошник весит. Это вполне нормально. И, как говорится, мы все это скачиваем и используем. Давайте посмотрим, скачать драйверспак онлайн. Именно в этом я хотел показать. То есть, он достаточно очень интересный. То есть, если мы сейчас откроем, откроется оболочка. И сейчас мы ее, собственно, проверим. Запускаем. И, как видите, на своих экранах уже, собственно, не пугаться не надо. Это такая оболочка. То есть, здесь можно посмотреть. Я сейчас вам как раз здесь покажу, что у них нового, во-первых, произошло. И что достаточно интересно. Также, как вы видите, установщик он мало весит. То есть, он подгружает все из интернета. То есть, нужен интернет. То есть, если банально, там, ну, я не знаю. Если что-то у вас не так, что-то не нравится, там, или еще. То есть, можно через модем даже так же подсоединиться. Установить сетевые драйвера. И потом поехали дальше устанавливать. Как вы видите, здесь на своих экранах. То есть, есть здесь автоматическое. Но я, как бы, никогда не выбираю систематически, то есть, автоматически. Потому что мне не совсем это нравится. Здесь у нас, конечно, установлено 11 драйверов. Потом установлено 5 приложений, которые, я не знаю, нужны они или нет. И, конечно же, диагностика. Но, допустим, мне это не нужно. Мы перейдем в режим эксперта. Что и вам советую это сделать. Значит, по драйверам смотрим. Драйвера, на самом деле, я давно уже, кстати, у себя не обновлял. Я сейчас буду их реально обновлять. То есть, утилиты. Ну, вот, допустим, вот эти всякие. Я, наверное, утилиты не буду ставить. Я не знаю, что это такое, что подразумевается под этим. Вот систем библиотеки. Да, системные библиотеки. Что за системные библиотеки? Что на NetFramework? Какой? Как говорится, вот это, ну, можно на NetFramework оставить, но в системной библиотеке я до сих пор не могу понять, что это. Может, как раз потом это сделать. И, как бы, вот здесь мы можем уже установить все. То есть, и пошло. То есть, драйвера у нас устанавливаются. Но здесь еще появилось очень много чего интересного. Это софт. Софт достаточно здесь, во-первых, он бесплатный, то есть, фривольный. Абсолютно. Что мне здесь понравилось? Первое. То есть, во-первых, Synzip, Opera, Lysa, Яндекс.Браузер, кому нравится, плюс настройка Яндекса, там еще можно поставить. Потом PDF-Exchange, Viewer тоже очень клевая. Каллодный падок, Skype, Torrent, Portplayer. То есть, достаточно весь софт, которого вполне достаточно именно для дальнейшей работы. Да, здесь нету офиса, но обезопасить. Тот же Skype поставить, браузер поставить. Может, вам офисы и не нужно, вы им никогда не пользуетесь. Тот же самый TeamViewer поставить и так и далее. То есть, и вообще, все. Ставим галочки, где хотим. Также все устанавливаем. И все. И также нажать, установить необходимую программу. А также они свой софт предлагают. Это DriveSpark Cloud. То есть, проверяется состояние компьютера и актуальность рейверовки. Ну, это какое, как сказать, он будет в зоне, собственно, где часы. То есть, постоянно в загрузке, постоянно мониторить, какую-то информацию отправлять разработчикам и так и далее. Я не знаю, я такие вещи не ставлю, если честно сказать. Хотя, да, некоторые ставят. Это помогает именно разработчикам понять, что вам больше интересно. Безопасность. Тоже так же мы смотрим здесь. Здесь он не сразу. Служба автоматического обновления программ вообще рекомендует удалить. И здесь вот. Видите? То есть, здесь он некоторые вещи, он не реально рекомендует удалить. То есть, можно не удалять. То есть, какие-то у меня программы уже стоят. И он как бы хочет их удалить. То есть, вот это, да. Что-то вот это какая-то программка непонятная. А, Mail.ru. Служба автоматического обновления. Ну, я ее не буду удалять. Это вообще-то у меня производится именно облака Mail.ru. А также Google Toolbar. Я не знаю, не факт. Вот это не уверен, это неправильно. Также с Apple Software Update можно удалить. Ну, вот с этим помощник для вашего антивируса я не согласен. В диагностике. Что мы здесь видим в диагностике? То есть, здесь в диагностике, во-первых, мы можем видеть все о своем компьютере. То есть, это на самом деле все. То есть, мы видим компьютер, там, сколько температуры. Кстати, температура, вот это да. Но также HDD. У меня три HDD, он мне один показывает. То есть, 36 градусов. А какой HDD, непонятно. То есть, вот это тоже. Ну, и, конечно же, там дальше все описание. То есть, полностью все диагностика. Здесь мы уменьшим принтеры разные всякие. ДМИ, биосы. То есть, достаточно можно все, кстати, посмотреть. То есть, даже, собственно, версия биоса. Иногда ее, возможно, нужно обновить. Также операции системы. То есть, мы здесь видим. Это все это у нас есть. Как бы ничего такого нет. То есть, такие вещи можно как раз по запросу отправлять. То есть, нужно какие-то, что у вас за системы или еще что-то. То есть, вот это можно как раз все это поставить. Также антивирус и все так и далее. Больше здесь я не вижу. Ну, и, конечно же, игры. Тут игры какие-то я не знаю. Я их не знаю, честно говоря. Я не играю. Здесь у нас в настройках. То есть, языки приложения можно посмотреть. Вдаляние временных файлов. Ну, и так и далее. То есть, можно включить режим диагностики. Включить режим эксперта. Ну, как бы вот так вот. Много что здесь интересного. Точки восстановления. То есть, мы это здесь смотрим. Также есть, видите, алгоритм подбора драйверов. То есть, отправляем статистику по работе системы. И так и далее. Ну, и вот, собственно, и все. То есть, здесь мы как раз видим именно... То есть, софт достаточно очень удобный. Самый прикольный, собственно, по крайней мере, именно... Ну, мне вот сейчас он начал нравиться. И, собственно, он помогает. Также есть вот здесь, вот, как вы видите, я сейчас открыл гамбургер. Такой небольшой тут удаление программ. Диспетчер устройств. Свойства системы. Настройка экрана. То есть, определенные, собственно, панели управления. Самые основные они здесь выведены. То есть, здесь можно панель управления. Управление диска. Допустим, диспетчер задач. Пожалуйста, мой таск-менеджер вылетел. Командная строка. Пожалуйста. То есть, все здесь можно сделать. Также создать точку восстановления. Создать резервную копию драйверов. Вообще, создавайте точки восстановления. Они достаточно очень удобные. И, как бы, я советую не отказываться от этих точек восстановления. Иногда они могут помочь. Ну, что ж. Собственно, вот и все. Еще раз напомню, что у нас есть. Поддержать проект. Ссылка будет под видео и, конечно же, описание. То есть, можете помочь нам. Как говорится, один раз в этом ролике говорю. Потом будет просто ссылка. Кто хочет, помогает. То есть, если я ВКонтакте и в Одноклассниках выложу. Может, кто-то подумал, что меня вскрыли. Нет. Это мы, на самом деле, поддержать проект. Так как, ну, реально иногда нужна помощь в оплате этих всех услуг. Которые вам контент я стараюсь доставить. Ну, вот, собственно, и все. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Павел Басман. До свидания.